В связи с возвращением таким массовым в Киевскую область, вдвойне тревожнее звучит информация о том, что происходит на границе Беларуси. Как вы оцениваете обстановку? Насколько вероятно, что может так повернуться ситуация, что Лукашенко отправит войска вновь на Украину? В принципе, в Беларуси сейчас происходит учение со стрельбами дальней артиллерии. Просто мы должны понимать, что такие учения Лукашенко проводит каждый год. И единственный полигон в Беларуси, на котором можно проводить подобные учения, он находится недалеко от границы с Украиной. Поэтому, да, за этим следит и разведка, за этим следит все соответствующие органы. Но говорить сегодня о том, что Лукашенко, я говорю сейчас свою личную точку зрения, отбрасывать то, что он может сказать своим войскам, что пора переходить к границу, начиная боевую операцию, отбрасывать нельзя. Но вероятность этого, с моей точки зрения, достаточно низкая. И пока Лукашенко делал все от себя зависящее, и делает, на самом деле, все от себя зависящее, чтобы петлять и не вступить в боевые действия своей армии. Потому что он прекрасно понимает, что поддержки в беларусов этой войны нет. И для него это может окончаться, в принципе, потерять президентского кресла. Поэтому я думаю, что он будет, несмотря ни на что, несмотря на встречи с Путиным, несмотря на многие проблемы в экономике, которые появились у него, и еще большую зависимость от российских вливаний в экономику Беларуси, он будет делать все от себя зависящее для того, чтобы сейчас не вступать ни в коем случае в эту войну. Но мы его при этом не героизируем, правда? Ни в коем случае, ни в коем случае. Он предоставляет свою территорию для российских вооруженных сил. Он предоставляет свои аэродромы для российской авиации. С территории Беларуси, если я не ошибаюсь, наносились и ракетные удары. Но при этом прямого участия белорусских военных он действительно, похоже, не хочет допускать. Я помню, где-то месяц назад были очень упорные слухи о том, что вот-вот это случится. Но потом как-то вот удалось Александру Григорьевичу, как говорится, лечь на крыло и не начать непосредственную операцию силами белорусской армии. Ну, в принципе, я могу только повториться, что он будет петлять до последнего. Потому что он прекрасно понимает, что для него это может окончиться крахом его политической карьеры как таковой. И он может не удержать в этой ситуации власть в своих руках. Поэтому для него все, что угодно, но только не война против Украины. Давайте даже не забывать о том, что первая строчка белорусского гимна – это «Мы белорусы – мирные люди». И он вдалбывал это белорусам последние 30 лет. Поэтому очень тяжело сейчас на марше менять что-либо, несмотря на полнейшую, тотальную диктатуру в средствах массовой информации. Белорусы не хотят впоевать, и у них поддержки этой войны в принципе нет. Ну и кроме того, в Белоруссии все-таки мы должны отдавать себе отчет в том, что в России существовали и продолжают существовать антиукраинские настроения. Которые всячески разжигались, подогревались российской пропагандой. А вот этой составляющей в общественном мнении Белоруссии, по-моему, нет в принципе. Ну, если она есть, то она находится в таком минимальном зачаточном состоянии. То есть никогда конфликтов украино-белорусских никогда не было, и в принципе делить было особо нечего. Поэтому даже более того, после 2014 года, когда Лукашенко занял определенную мягкую позицию по отношению к Украине через Беларусь, шли и достаточно серьезные поставки, в том числе и топлива для Украины, был достаточно неплохой товарооборот, и каких-то претензий к Украине никогда не было. Продолжение следует... Украина-24 взяла слово. На годинниках шоста ранку. Дев'ято ранку. И артилерія, и мини щойно чули. З Дніпра. Рівно 15-та. Цей російський танк українські військові взяли як трофей. 18-та в Украине. Зі Львова Олександр Стасишин. Новини сьогодні. Украина-24. Зі звільнених сіл Чернігівщини. Олексій Продаєвода, Олександр Давиденко та Роман Ведмеденко. Про все важливе дивіться зараз. З Одесси Діана Федотова, Україна-24. Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Ось тут ви бачите, наскільки низько лягали осколки. Разом до перемоги. Триває загальнонаціональний марафон.